Всем привет! Еще одна жемчужа на шахмат. На этот раз белыми играл Давид Бронштейн, а черными известный мастер Микенас. Играно в Ростове-на-Дону в 1941 году. И был вот такой вот дебют. Конь Ф3 и Ф5. Латышский Гамбит. Латышские шахматисты разработали это продолжение. Черны не прочь играть как бы Королевский Гамбит с переменной цветов, мечтая об атаке по линии Ф. Это начало встречается редко, потому что для такой сверхактивной стратегии ученых нет оснований. Может быть, оправданием для опытного мастера Микенаса может служить то, что его противник был 16-летним школьником. И вряд ли Микенас предполагал, что он встречается с будущим претендентом на мировое первенство. Ну да, вот видимо думал, а что я там этого школьника сейчас легко обыграю даже в латышском Гамбите. Но его поджидало неожиданное. А именно то, что Брандштейн очень сильно эту партию провел. Ферзь Ф6 и Д4. Естественный сильный ход. Конь защищен и линии открыты. Но оба слона уже скрыты. Белые уже центр заняли, коня поставили. А черны только ферзя вывели. Вот Д6, конь С4, ФЕ. В план расстановки черных входит перевод ферзя на Ж6, откуда он будет грозить королевскому флангу белых. Вот я нарисовал ферзь Ж6 давлений на Ж2. Но простой ход слон Е2 лишает черных этой возможности. Теперь на ферзь Ж6 будет слон Х5, конечно, и черный без ферзя. Потому вот, да и так и пошел. Конь С6, Д5 взяли. А, конь Е5, рокернули. Взяли, взяли. И ферзь Ж6. Ферзь черных прибыл на Ж6. Но какой ценой? Белые обогнали противника в развитии. Позиция носит открытый характер. Белые уже рокеровали даже. А у черных по-прежнему развит один ферзь. Они явно делают что-то не так, неправильно. И последовало слон Б5 шаг. И тут черным следовало, конечно, сыграть слон Д7. Хотя бы так. Но они решили отойти королем на Д8, в надежде на то, что когда-то они выскочат слоном на Х3. В этом их идея фикс. Но идея не сработала. Слон Ф4. Белые развиваются. Х4. Ой, то есть Х5. Черные создают угрозу слон Х3. Ранее это было не опасно. Вот тут есть сейчас ход черных, слон Х3, то просто слон Ж3. Белые просто перегородицы. А теперь Х5, чтобы на слон Ж3 сыграть аж 4. Напасть на слона Ж3. Но простой ход Ф3. Слон Ф5. Ну теперь это слон Аж3 все это не актуально. Хотя бы из-за ферзь Д2. Конь С3. Вот белые развиваются. И слон бьет С2. Мы уже не раз убеждались в том, что при перевесе в развитии у противника требуется повышенная осторожность. Черные пренебрегают этим правилом. Свершается возмездие. И тут предлагаю найти ход Бронштейна. Нажмите на паузу. Подумайте. Тут уже начинается смертельная атака. И вот первый ход. Хорошо кто нажал. Молодцы. Подумали. Давид Бронштейн сыграл слон Ж5 шаг. Брать слона на Ж5 нельзя, потому что на Ф8 летит с матом. Вот такая вот неприятность. Потому брать нельзя. Черные закрылись конем. И ладья А. Е1. Все фигуры белых в атаке. Грозит мат в нескольких ходов. Опять можете нажать на паузу и посмотреть что будет, если черный сыграет тут ферзь Ж5. Возьмут слона. Тут форсированный мат. Вот кто нажал подумал. Опять таки молодцы. А мы смотрим какой же тут мат. Так. Давайте вот сейчас. На ферзь Ж5 следует. Ферзь бьет Ф6 шаг. Брать ферзем нельзя на Ф6. Ладья Е8 мат. Потому слон Е7 защита. Но тогда ферзь Ф8 шаг. Опять слоном брать нельзя на Ф8 мат. Надо брать ладьей на Е8. Надо брать ладьей. Тогда ладья Е8 шаг. Слон Ф8. Ладья Е8 мат. Вот потому-то нельзя было вот тут брать слона на Ж5. Черные сыграли С6. Черный король пытается убежать через черный ход. Скажем это так. Так. Слон Ф6 шаг. Ферзь Ф6. И ферзь Е2. Здесь у белых уже выигранные позиции. У них много путей к победе. Но они стремятся только к мату. Это хорошая тактика. Потому что играя на мат вы вряд ли упустите свое преимущество. Так. Что делать? Черные дали шаг. Слон висит. Ферзь висит. Шаг. Король Аш1. Слон Ж6. Черные прикрыли поле Е8. Но. Опять таки. Нажмите паузу. Подумайте. Что тут сделал Давид Бронштейн? Поищите. Так. Он сыграл ладья. Бьет Ф8. Жертва качества. Но. Принимать ее нельзя. Потому что. Если черные возьмут на Ф8. То последует. Ферзь Е7. Король С8. ДЦ. Грозит мат на Б7. Брать нельзя БЦ. Потому что слона Ш6 и мат. На Б7. Надо Ферзь Б6 возвращаться. Тогда Конь Д5. И тут позиции просто печальные. У черных. Самое время сдаться. Потому. Ладья Ф8. Черные не взяли. А они отошли Королем над С7. Они уже без фигуры. Ну. Пока еще. Ну. Опять. Тут много пауз. Опять. Нажмите. Подумайте. Что на этот раз сделал Бронштейн. Фигуру он выиграл. Но теперь. Надо просто. Закончить эту партию. Так. Бронштейн сыграл. Слон бьет С6. Мощно. БЦ. Конь Б5. Шаг. Надо брать. Ферзь Б5. Грозит мат. На Е7. Например. И потом на Д7. Ферзь. Черные сыграли. Ладья Е8. Прикрыли поле Е7. Но. Последний ход в партии. Ладья Е7. Шаг. И. Черные сдались. На Ладья Е7. Последует. Ферзь С6. Мат. Что делать? Делать нечего. На Король С8. Например. Последует. Вот. Такая неприятность. Вот. Потому-то. Черные тут сдались. После. Прям шикарного. Шага такого. Черные вроде защитили поле Е7. Но все равно последовало. Ладья Е7. Шаг. И. Черные сдались. Вот. Такая вот партия. Не играйте никогда. Латышский гамбит. Видите. Что бывает с черными. Если человек попался. Грамотный. Сильный. А Бронштейн еще был очень. Сильный тактик. Матч. Матч с Михаилом Ботвинником. Играли за звание чемпиона мира. И он закончился в ничью. Вот сейчас. В наше время. Был бы тайбрейк. Дополнительное время. Там быстрые партии. А по тем. Правилам. Что были тогда много лет назад. Ботвинник сохранил звание. Вот такие вот правила. Возможно. Если. Если было бы дополнительное время. То Дэвид Бронштейн стал бы следующим чемпионом мира. Ну вот на этом все. Всем пока.